Ужасная игра, такая боевая. Вышли и обосрались, если в двух словах. Такое Запорожье, которое без игроков сейчас. И приедома не обыграть. Нахрена вообще тренироваться, играть, что-то делать. Я не знаю. Такой огромный минус. После таких игр хочется реально закончить с баскетболом. Потому что не понимаешь, где-то падаешь, отдаешься, а другие в полноги что-то делают. Я не знаю. Только извиниться. А что извиняться? Обосрались. Вышли и обосрались. Что говорить? Выйти надо, играть, выходить, грызть этот паркет. Это все делать с сердцем каким-то. Этот дурок. Мы говорим с яйцами, с чем-то хоть. Вышли и обосрались. Что говорить? Что планируете делать с командой вместе? Я бы разогнал, всех нахрен и закончили. Что делать? Ну а что делать? Олег им говорит, что делать, а не делать. Он виноват сейчас. Сейчас все же будут писать Юшкин. Капитан Юшкин. Два олигофрена, которые не могут, не выиграть ничем. А что делать? А штрафовать на процентов 50 хотя бы, чтобы встряхнуть. Надо бы сейчас пойти президенту предложить. Комментарии. Знаете, как-то стало уже комментировать игры, когда волнообразно играем. В Тернополе. В Тернополе минус 16 плюс 4. Вернулись в игру. Можно было поиграть в баскетбол уже. Нет. Сами себе устроили проблемы. Сегодня то же самое. Вышли минус 8, получили в третьей четверти. В четвертой повели 4. И 29 очков пропустить за четвертую четверть. Работали в перерыве над защитой. Этот забыл спину поставить. Этот забыл бэкдор пройти. То есть надо уже как-то пересматривать отношение к тем моментам, когда мы же не только сегодня собрались. Работаем уже давно. Акценты расставлены. Очень такое, скажем так, болезненное поражение. Потому что, во-первых, готовились серьезно и вошли в игру очень нормально. Ну и потом сами себе устроили проблемы. А Запорожье билось с первой до последней минуты. Было максимально сконцентрировано. Усеченным составом. Поддерживало высокую скорость. И можно им только поаплодировать за тот характер, который они проявили. Сегодня выиграли подбор, но не всегда могли распорядиться мячом. Там мы просто 16 раз отдали мяч Запорожье. 16 потерь. Ну о чем можно говорить? По проценту не хуже. Подбор выиграли. И 16 потерь. Как-то так. Для начала хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Руководство также. Мы провели хороший матч. Первая половина была довольно равной. Да и весь матч был довольно равный. Но второй половине мы включили более агрессивную защиту. Удалось перехватить мячи, защищаться. Мы убежали, забили свои мячи и победили. Благодарю за поздравления. Мне кажется, сегодня мы выглядели той командой, которую я хочу видеть. Не всегда. Часто было плохо, но в целом картинка приятная. Когда все в игре, все агрессивно защищаются. Все быстро бегут, быстро принимают решения. Никакого застоя нет в нападении. Все понимают идеи, которые я хочу, чтобы мы играли. Лавочка всегда живая. Хорошая поддержка. Каждый, кто выходит с лавочки. Привносит энергию, приносит защиту. Очень здорово. Мне кажется, вот такой командой наша команда и должна быть. Поэтому, парни, благодарю вас за то, что мы были командой. Сегодня не все игровцы были задеяны. Не было еще Эвана. За каких причин кто еще пропускал? Эван, да. Эван по семейным обстоятельствам улетел в Америку. Мы сегодня без него. Поэтому, опять же, пользуюсь этой возможностью. Обращусь к парням, что каждый из вас нужен. На каждого из вас я рассчитываю. И в дальнейшем жду такой же агрессии, защиты и хорошего нападения. Спасибо.